всем привет автомобиль toyota corolla двигатель 1 и 3 автомобиль леворукий сегодня хотел вам показать как мы будем снимать впускной коллектор коллектор топливный впускной коллектор то есть не вот этот воздушный а вот топливный впускной коллектор вот и хотелось бы показать подробности но для начала расскажу значит вот здесь была гофра как в которой устанавливается фильтр я ее снял я думаю большой сложности она не вызовет при съемке то есть здесь сверху болтик открутился здесь защелки отщелкнулись ну короче говоря не стал я на этом застрять внимание буду сразу показывать как мы разбираем в подробностях постараюсь показать топливную рампу конечно сможет даже гляна так примерно накинет до снимаем разъем из форсунок первым делом сюда ушло думаю что вот это будет мешать вот эта штука стрела вот снимаем отворачиваем чтобы не мешало и чтобы не сломать штук снимаем штекеры сбросим каждой форсунки для того чтобы косу убрать чтобы она не мешала надо вот этот массу открутить и отсоединить так отверточками так что теперь estou куплены устью и текущего кольца кольца не мочится как на 3 час. Анастасия. 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 Давай на двенадцать клинчика. На двенадцать, если вот такой пойдет? Пойдет, почему нет? Ну вот, как раз таки надо. Отворачиваем все крепежи, стараемся, здесь вот придется снимать топливный шланг, а это обратка, а вот это подача. Подача, наверное, будем откручивать от фильтра. Сегодня вдвоем работаем, поэтому не обессудьте. Давай, держу. Вытаскивай ее вверх. Она особо гайка не упала. Ну я понял. Все. Так, куда в коробочку какую-то? Сейчас. Так, запчасти будем складывать в коробку, чтобы не потерялась. Сними вот этот штекер, чтобы мы косу могли отбросить. Я вот это отстегнул. Чтобы нужно было косу полностью. Чтобы отстегнуть косу, надо снять штекер. Что за штекер, не знаю. Попробуем сейчас. Так, нужно отвертка там плоская. Вот она. И второй штекер на двигателе. Так, отстегнул я датчик детонации. Вот он на блоке. И осталось еще здесь штекер. Не знаю, что за штекер, если честно. Сейчас посмотрим. Так, снимаем. Вот он, штекер второй. Теперь откидываем косу. Так. 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 И убираем сюда. Так, и наверное, надо будет снять. Что? А, вот это нам не поможет, если мы снимем тросик. А зачем? Для чего она? Так, остается нам открутить вот эти два болта. И открутить. Сначала. Сначала. Шланги. Шланги, да. Вот она обратка. Шланг обратки. И подачу с фильтра будем снимать. Ключ на 19. Снимаем с обратки шланг. Так, так, так. Быстро. Так, так. Заткни. Так, надо открыть этот. Чтобы не бежало, надо открыть бак. Открываем бак. Видите, как зашипело. Всё. Теперь там бежать не будет. Да? Да. Всё. А это надо вот снимать. На фильтре. Это на 19 ключ. Сейчас принесу. На 17 тут коловка. Так, вот она. Пошла там вот. Шапочки еще не потерять. Которые вставляются. Они скорее всего медные. Либо вот тут. Алюминиевые. Алюминиевые, да. Так. Открутил. Так. Вот она. Да, да, да. Вот она. Раз. И там еще. Еще одна шайбочка. Ага. Сняли. Всё. Вот он. Вот он вот. Штекер. Ой, штекер. Шланг. Шланг. Шланг подачи топлива открутил я. Вот. На 12 накидной. Накидной. Да. Ключом на 12 отворачиваем крепление топливной рампы головки блока цилиндров. Надо не потерять вот эти вот прокладочки. Карболитовые они. Какие. Не знаю. Такое пластика. Даже не пластика. Как я говорю. Карболит. Потому что пластик. Хрен знает. Всё. Открутилась. Так. А вот эту. А. Нет. Всё нормально. Всё на месте. Всё. Вот она. Рампа зашевелилась. Теперь аккуратно. Чтобы они могут отсюда повылетать. Аккуратно. Вверх она будет поднимать. Так. Один был. Второй. Угу. Угу. Складываю в коробочку. Так. Угу. Угу. Там ещё шланг не сняли. Маленький. Вот всё. На меня или у тебя. Давай на меня. Угу. Ну и всё. Топливная рампа снята. Вот я говорил вот про эти вставочки. Вот они. Карболитовые. Упадут потом мы их не соберём. О. О. А тут что-то резинки нету. Эта резинка. Вот эта резинка. Она осталась там в теле головки. Сейчас будем проверять. Вот так вот. Примерно. легко. И быстро. В течение буквально 10-15 минут снимается. Удёргим? Ну да. Только ты их не попутай. Чтобы знать какие. Вот это первый, четвёртый. Мам подозрения. Да? Фломастер. Протёрли вот эти места. Растворителем. Чтоб. Полегче. Наносилось. Ну-ка. Чё? Ни хрена? Да тут же хрен. Только вид сбоку. Нет. Мам мастер надо. Я блять в космос. Мы чистый карандаш брали. Вот. Пометили форсунки. Теперь у нас подозрения на первую и на четвёртую. Ну посмотрим. Ну-ка. Эти дубовые конечно. Капец всему. Желательно поменять. Можно конечно герметиком мазнуть. Нужно поменять. Смотри. Они разваливаются в руках. Опа. Побежал. Донзин. Да фиг с ним тут. Попейки. Понимай. Так уже не будет бежать. Всё. Уже выбежал. А эти резиночки попробую. Мягкие? Нет. Эти эластичные. Нормально. Но они тут более в горячем работали. Поэтому они высохли. А это уже чуть подальше. Сейчас достанем. Резинка четвёртого цилиндра. Вот она она. Вот она. Пинцетом. Вот здесь вот пинцетом я вытащил эту резиночку. Вот вид сзади, как говорится, со стороны лобового стекла. Вот видите. Одеваем. Одеваем. Вернее, устанавливаем всё назад. Значит, установили опять же на фильтр топливный шланг. Одели здесь шланг. Установили форсунки. Одели. И сейчас последнее как бы штрих. Это коса. Коса электрическая. Так. Что у нас тут на генератор? Угу. Да, да, да. Массор. И датчик детонации сейчас должен надеться. Отсюда мы его не увидим. Только на ощупь. Так. Где он у нас там? Ага. Вот он. Всё, последний штрих. Сейчас две гайки закрутит, Юрий. Вот. Вот. Продолжение следует...